Приветствую вас, и первое, что я хочу вам сказать, то что в вашей ситуации нет верного решения. Ваша основная проблема здесь и сейчас, в данной конкретной ситуации заключается в том, что вы считаете, вы верите, что где-то есть такое решение, которое удовлетворит все. Удовлетворите и ваших родных, удовлетворите и вашего гражданского мужа и так далее. На самом деле такого решения нет, и как бы вы не решили, всегда будет кто-то недовольный. Вот это недовольство необходимо принять как неизбежное зло. Если вы этого не сделаете, то ситуация грозит превратиться в кошмар уже для вас. То есть она и так уже достаточно кошмарная ситуация, потому что вы, по сути дела, разрываетесь, да? Вот, ситуация уже ужасная. Но она будет становиться еще более ужасной, если вы, значит, какое-то решение для себя не примете все-таки. Как бы тяжело вам бы не было это сделать. На мой взгляд, на мой взгляд, именно так, именно так, вам можно перво-наперво отправить. Да? Вот, это первое. Второе. О чем я хочу вам сказать? Это то, что у вас есть чувство вины. Чувство вины никогда, ни при каких обстоятельствах не является тем, что конструктивно влияет на принятие решений, на, значит, формирование какой-либо позиции и так далее. Чувство вины, которое у вас есть, необходимо убирать. От него необходимо освободиться. Я подчеркиваю, не избавиться, а освободиться. Вещи, это совсем разное. Потому что, когда вы освобождаете это чувство, вы его раскрываете, вы ему следуете, и, в общем-то, вы берете от него, от этого чувства, что-то полезное для себя. Когда вы избавляетесь от него, вы отрываете от себя часть, часть себя же. Что ни к чему хорошему, опять же, не приводит. Дальше, вы пишете, что вы в отчаянии. По сути, это состояние можно вины немножко перефразировать, да, состояние его немножко перефразировать, перефразировать его можно как тупик. То есть вы чувствуете себя, условно говоря, в тупике. Вы чувствуете себя, вот, и это, как ни парадоксально, это очень выгодная и полезная для вас история, полезное для вас состояние, потому что в состоянии тупика. Вы, в общем-то, можете ничего не делать. То есть вы можете просто пребывать в отчаянии и всё, никакой ответственности брать на себя не нужно. Теперь я пойду дальше и скажу, что ответственность и стала причиной того, что вы оказались в этой ситуации, точнее её отсутствие, отсутствие личной ответственности в деле. Ибо всё, что вы делали, всё, что вы делали, вы не делали в рамках единой линии своих интересов. Вы не делали в рамках единой линии того, что хотите вы. А делали вы, скорее всего, пытаясь, ну, оправдать, реализовать чьи-то надежды, ожидания и так далее. И именно из-за этого, из-за отсутствия личной ответственности за то, что вы хотите, и отсутствия личной ответственности за то, что вы делаете, вы оказались в этой ситуации. Итак, в связи с некоторыми событиями негативными, где есть не моя вина. Не вина, а ответственность. Тут нужно разобрать, для чего вы это делали, как вы приложили руку к этим событиям, и, собственно говоря, почему вы называете эти события негативными. Мои родители и сестры категорически против совместного моего проживания с гражданским музеем, от которого у меня есть ребенок третий. С одной стороны, какое вам дело до того, кто там все против вашего совместного проживания, ибо это ваша личная жизнь. С другой стороны, тот факт, что гражданский муж, это уже на стараже, почему гражданский, а не официальный. Тот факт, что у вас третий ребенок тоже на стараже, где отец первых детей или отцы первых детей, соответственно, с ним, с отцом, либо с отцами ваших детей, видимо, тоже не сложилось. Это нужно проанализировать. Почему? Судя по тому, что ваша семья позволяет себе быть против, то у вас есть проблемы и во взаимоотношениях с родными, и это тоже необходимо проанализировать, потому что, судя по всему, они склонны вас обвинять, а вы, соответственно, склонны чувствовать себя жертвы, испытывать чувство вины, и так далее, и так далее. То дальше вполне может выставлять определенный блок на ваше выражение своих чувств, своей позиции и умению сказать «нет», умению и желанию сказать «нет», говорить «нет». Дальше, старший дитель не его, недавно уехал от него с его городом в свой, почему из живого уехали, он вернулся, хочется осознать свои ошибки. Какие ошибки, не очень понятно, значит, о чем вы говорите, если был конфликт с мужем, то что это за конфликт? Что значит осознал свои ошибки? Значит, свои ошибки осознать? Вообще-то, говорят, мало. То есть, если Джек совершил ошибки, значит, он чего-то хотел, значит, ему что-то нужно было, значит, у него была какая-то мотивация, что значит осознал? Он не осознал, он пока просто видит, что вы ушли, он не хочет вас терять. А чтобы действительно свои ошибки осознать, чтобы понять, что это была ошибка, причем понять хорошо, адекватно, правильно, корректно, конструктивно, необходимо не просто осознать, что ты ошибся, необходимо осознать, что за желание было у тебя в основе этой самой ошибки, да? То есть, не просто обвинение себя, типа, вот, я ошибся, я такой плохой и так далее. Нет. А именно, именно, значит, разбор необходим, необходим именно разбор того, что человек конкретно хочет сам, что ему нужно самому. Вот это то, что необходимо разобрать уже, возможно, вам нужно в вашем городе. Как вы его называете? Дальше. Идем. Я ему верю, сыновей своих без отца оставить не хочу, и с ним у нас будет семья, как и обоим хочется. Я правильно понимаю, что вы хотите, ну, что вы хотите семью? Я правильно понимаю, что нужна вам семья? Не сам человек вам нужен, а семья. А для чего вам нужна семья? Зачем вам нужна семья? Почему вам сходится семью, а не там, ну, а не именно для человека что-то сделать? Вот. То есть, это вот тоже требует своего внимания, ваш подход, именно подход к тому, что вы хотите, ну, для себя, в том числе. Дальше. Идем. Родственники поставили мне условия, если вернешься к ним, то ты для нас не дочь и не сестра, и старший сын и младенец, и тоже на их стороне. Слушайте, ну, родственники, они, как вам сказать, они относятся к вам явно не очень хорошо, потому что, если бы они отношились к вам хорошо, если бы они вас любили, они бы никогда таких условий не поставили бы. Вот. Потому что это условие, по сути, оно эгоистично очень. Вам следует подумать, эти люди думают о себе или о вас. Если они думают о себе, то какой смысл к ним прислушиваться вообще, для чего к ним прислушиваться, если эти люди думают только о себе. Если эти люди думают о вас, то где именно польза и выгода для вас. Определите, так сказать. Определите и обещайте для себя, где конкретно польза есть для вас. Вот, я думаю, так. Я думаю, так. Что касается вам все дороги, но об этом я уже сказал, что, как бы, правильное решение здесь нет. Нет. Соответственно, отвечаю на ваш вопрос. Как быть? Ээээ. Задавил вам встречный. Как быть, чтобы что? Что вы хотите? Себе разобраться? Выбрать кого? Определите. Психолог за вас решение принять не может. Это просто неверно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас настали вопросы. Дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удача.